Добрый вечер, здравствуйте, друзья, континентальная кокейная лига, 16 сезон регулярно близится к своему завершению. Самое вкусное остается посмотреть в рамках гладкого сезона. Да, восьмерка на Западе уже определилась, и сегодня как раз матч с участниками вот этой вот восьмерки, потому что сыграют два Динамо. Московская принимает Минская, чтобы потом шайба досталась Римашевскому. И вот он ищет свободный лед, кое-что получилось, и Жиганов отличная передача, Уилл как же ее спрятал, а Жиганов бросал с убойной позиции. Матчей против СКА, Минск выдал очень даже, и победы были, так, накрывает Моторегин. Так, первый бросок от Минчан, но там он особо-то не получился, там успели накрыть бросок от Ричи, и он так просто прикатил к Моторегин. Мы с тобой говорим, что уже для Минчан наступил тот этап, когда они спокойно могут готовиться к старту плей-офф. Возвращается у него вот такая вот игровая модель, а вдруг нас будет поджимать, пустить его из своих тисков в готовец. И передача под бросок Ковгаренина на Пышкаева. Да, неплохо все разыграли, но там достаточно острый угол был, ну и бросок получился прямо-таки в Моторегину. Ну, вот уже второй случай, когда не удается как-то под нее подстроиться. Ричи, ну а Минчане, смотри, ну все активнее и увереннее проводят свои атаки. Да, тут в скоростях добавили Минчане, и уже больше владеет инициативы, больше создают моментов. Его клюшка, Ильенко, вот такой розыгрыш предлагает. Вторая бригада, гол! Даниил Пыленков заставляет болельщиков московского «Динамо» подняться со своих мест. Выстрел от Пыленкова мы увидим, он чуть сетку не порвал. На самом деле, даже не знаю, кто мог бы справиться с таким броском. Он сейчас очень точный и очень сильный. Но тут Минчане, как и да, уж совсем дали близко накатиться Пыленкову и расстрелять ворота Колосова. На ближнего, только дальше не пошло. Каблуков! Еще момент, смотрите, какой хорошей штангу попадает Буранов. Да, не четвертая тройка его создала. Но там ошибся Шинкевич, потерял шайбу, оказавшись под давлением. И тут же момент. Сейчас московский «Динамо» особо не форсирует события. Спокойно бы доиграть этот первый период. Но вот спокойно уже не получится. Потому что Роман Горбунов делает свое дело. По точности. Вот еще раз. Корпусом, да, потом руки удлиняя, чтобы Миронов никак не мог подобраться к шайбе. Ну и понимал, что уже будет делать. И в таком случае нападающий может даже до ворота не смотреть. То есть он уже принял для себя решение, что если шайбу удержит на крюке, постарается бросить именно в дальний угол. Пока как-то не проходит. Ой-ой-ой, заскочила. Николасов, мол, как же так. Да, я обреченно сейчас посмотрел на всю эту ситуацию Дмитрий Квартальнов. Только-только сравняли. Сверхрезультативную у нас получается концовка этого первого периода. Молчали-молчали. А потом как без рога и забили. Но вот динамцы, смотрите, протапнули эту тропинку. Уилл и Гусев искали взаимодействие. А потом незатейливый наброс от Андрея Прибыльского. Римашевский. И просто как оставил. Великолепные действия Римашевского. Он сначала Хэмилтона качнул, ушел за ворота. И такая скрытая передача. Она оказалась полной неожиданностью для мяча. Но Уилл не сумел. Обострился обострить Минел. Гусев, бросок. Да, причем же передача не ему предназначалась. Но она дошла именно до Гусева. Ну, такие же два виртуоза Минел и Гусев. Легко находят друг друга передачами. Римашевский. Уверенность. Ну, вот еще первое звено Динамо уже и собрало. Вот и Уилл присоединяется к своим партнерам по первому звену. И он эту выиграл, а в разу не поехал на бедачу. Так что первый вариант используется. Стать! Бросок! Еще один мимо. Мерклевого уратаря. Волков не попал в створ. А все началось со Стаси, который неплохо придумал. Начал разворачиваться. И амплитуда была неплохая. Но вот не довернул. Еще раз Стать. Так, в подыгрыше. Подносчик этих снарядов. Ой-ой-ой. Ой, это такой обрез от Минелло. Ну, и вообще обычно, конечно, за такие вещи наказывают. Ну, и как здорово Меркли прочитал эту передачу. И атак-то не закончилось. Меркли пока не везет в завершение. Вроде бы правильно все делает. И сейчас уже опускал клюшку на лед, чтобы замкнуть передачу Волкова. Да, и сейчас дважды роняют Меркли. И прям кварталер подлетел к борту. И я главному арбитру прям так долго высказывал. Не знаю, мне показалось, что нормально все. Ну, мне тоже казалось, что там все придет к правилу, но... Кузнецов. Ну, тут прыткие ребята, конечно. Достаточно мастеровитые. Пинчук классно, как все сделали. Две передачки и Пинчук уже на броске. Но Виталий не будет торопиться. Посмотрите, он достаточно хладнокровный хоккеист. И вот в этом он прибавился. Ну, вот выиграли единоборство. Готовец. Да и опасно подправлял Кудрявцев. Мартынов. Рашевский. И бросок Кудрявцева, Вышева. Лучше за спину, так безопаснее. Короба. И это пас Меркли. Ну, что ж такое? Очень близок был. Она вроде сквозь моторыги прокатилась, но не попала в створ ворон. Да. Ему надо меняться. При этом умудряется вновь шайбу продащить Ильянко. Муранов. И в итоге Колосов. Ну, вот подступились динамовцы Москвы. Едва не затолкали. Продавили сейчас оборону Минчан. Но большего им развить успех не удалось. А, что это диагональ не прошла на Рашевского? Да, вот вернулась обратно к Кудрявцеву. Вот Дэл. Там он был клюшкой сыграть и Колосов. И отскочил точно к Денисову. Уилл. Ну, непростой бросок для Колосова. В записи три нападающих московского Динамо могли в нее играть. Ни один из них шайбой не завладел. Муранов. Керан. Денисов. Выпирать сейчас Кудрявцев, но шайба ушла с крюка. Пыленков. Отчуда уже забил, добивали гол. Эрико Дэл. Ну, вот. И Пыленков набирает третье очко в сегодняшней встрече. Да, просто супер бомбардир у московского Динамо сегодня отыскался. И кто бы мог подумать. Даниэл Пыленков. А мы еще раз смотрим за развитием. Вот тут уже могло что-то интересное получиться у московского Динамо. Ну, и дальше два защитника. Ба-бах! Отскок. Некому чистить пептаку Минска. Там один оденешенек. Эрик. Ну, это офсайд. Ну-ка. Так, еще раз. Ну, вот. Да, она еще на синей линии была, когда левый конек был в зоне. Перед взятием ворот. Положение мне игры. Гола нет. Ой, как здорово-то сыграл Риманшевский еще дальше. Но это не точная передача на Никиту Гусева. И несутся в атаку хисты Минского Динамо. Основен. Да, и так сильно бросил, что от шайбы. Калдец. Керан. Бросок. Моторыгин. Да, и там защитники оттесняли бенчана и тут дали возможность вам вратарю и удожжет. Проскочил. Бросил, подобрал. Передача Хэмилтон. Бросок. Добивание. Мимо. Вот это было близко. Еще бросок. Моторыгин. Да и Волков тут добивает. Дуплет он сейчас пытался отправить в шайбу. Хорошая атака у Минского Динамо. Она не завершилась. И не выпустил шайбу Коробов. И все на пятачок. Сейчас прямо-таки на удержании играют. Хотя момент опаснейший создали. Тут Уилл нашел Риманшевского. И тот с ползоны расстрелял Колсову. Шайб в итоге у него за спиной. Вот Фридс через свой пятак поехал. Колосов. А покрали. И Адел нашел Рашевского. Сбрасывать. За неимением других вариантов. И штанга. Сколько стоить будет этот пинчок? Надо поторапливаться. Коробов. Бросок. А добивание? Нет добивания. 2-1. Московская Динамо выигрывает. Тяжелейшая победа для хозяев. Четвертая подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова